В этом уроке я научу вас создавать новые учетные записи. Я рекомендую вам делать это под контролем более опытного пользователя, но возможно вы справитесь самостоятельно. Ничего сложного в этом нет, просто повторяйте за мной все действия. Давайте еще раз посмотрим на экран входа в систему. Чтобы у вас здесь была отдельная кнопочка с вашим именем, чтобы у вас было свое рабочее пространство и возможно даже свой пароль на вход в него, вам необходимо создать новую учетную запись. Делается это через панель управления. Доступ к панели управления осуществляется через меню пуск. Для начала зайдем в какую-нибудь учетную запись с правами администратора. Находим кнопку пуск. Вот она. Щелкаем по ней один раз левой кнопкой мышки. Находим пункт панель управления. И щелкаем по нему один раз левой кнопкой мыши. Перед нами появится панель управления компьютером. Очень важно, чтобы вид в панели управления у вас был такой же, как и у меня. Теперь в панели управления находим раздел учетные записи пользователей. В нем находим подраздел добавление и удаление учетных записей. Щелкаем по нему один раз левой кнопкой мыши. Главное не промахнуться. Появляется новое окно управления учетными записями. Здесь мы можем создать новую учетную запись. Находим строчку «Создание учетной записи». И щелкаем по ней один раз левой кнопкой мыши. Процесс создания новой учетной записи начался. Здесь нам надо ответить всего на два вопроса. Как будет называться наша учетная запись? Какое у нее будет имя? И какой у нее будет доступ? Итак, в поле «Имя учетной записи» с клавиатуры мы вводим имя своей будущей учетной записи. Если имя не вводится, щелкните один раз левой кнопкой мыши в поле «Ввода». Здесь могут быть как буквы, так и цифры. После того, как мы ввели имя, нам нужно выбрать тип учетной записи. Есть два варианта. «Обычный» и «Администратор». По умолчанию установлен обычный тип. Оставляем все как есть, не будем ничего менять. Итак, мы ввели имя. И у нас установлен обычный доступ. Теперь мы можем нажать кнопку «Создание учетной записи». Один раз левой кнопкой мыши. Все. Новая учетная запись создана. Сейчас давайте немного отвлечемся. Я скажу пару слов о типах учетных записей. Здесь мы видим права каждой учетной записи. У нас обычные права. Как минимум, еще у одной должны быть права администратора. Вообще, в целях безопасности, постоянно работать рекомендуется с ограниченными правами. Это обычный доступ. То есть заходить и работать под этой учетной записью. В таком случае у различных вирусов и вредоносных программ будет намного меньше шансов заразить ваш компьютер. Но иногда нам требуются права администратора. Например, когда нужно установить новую программу. Для этого достаточно просто знать пароль администратора или зайти в систему под учетной записью с правами администратора. Но обо всем этом мы будем говорить в конце курса. Итак, вернемся к созданию новой учетной записи. Мы остановились на том, что создали новую учетную запись с ограниченными правами. Этих прав нам будет вполне достаточно для изучения этого курса. Лишь в конце курса мы вернемся к этому вопросу. Теперь, каждый раз после включения компьютера, обязательно должен появляться экран входа в систему. Где появляется возможность выбора учетной записи. Там вы увидите свою новую учетную запись. Но как, не перезагружаясь, войти в свою новую учетную запись? Как нам увидеть этот экран входа в систему? Этим мы сейчас и займемся. Но перед тем, как что-то предпринимать, прослушайте важную информацию. Когда вы зайдете в новую учетную запись, на рабочем столе не будет никаких системных значков, кроме корзины. Вам понадобится заново запустить этот курс. Сделать это вы можете двумя способами. Либо вытащить диск и вставить его заново. Либо, если не происходит автозапуска, запустить курс вручную, через системный значок «Компьютер», который находится в меню «Пуск». Вот он. В любом случае, прежде чем что-то предпринимать, досмотрите этот урок до конца. Давайте вернемся к нашей ситуации. Закроем окно с учетными записями, нажав на крестик один раз левой кнопкой мыши. Теперь щелкаем один раз левой кнопкой мыши по меню «Пуск». Выполняйте следующее действие. Нажмите один раз левой кнопкой мыши вот на эту стрелочку. Появится список команд. И здесь мы выбираем выход из системы, щелкнув по нему один раз левой кнопкой мыши. После этого появится экран входа в систему, где вы можете выбрать свою новую учетную запись. Чтобы зайти в нее, необходимо щелкнуть по ней один раз левой кнопкой мыши. Немного ждем, пока загрузится новая учетная запись. После загрузки перед нами появится стандартная рабочая среда. Именно стандартная. Как раз то, что нам нужно. Теперь мы можем работать с этим курсом, не опасаясь нестыковок. У вас будет все в точности, как в этом курсе. Когда вы зайдете в свою новую учетную запись, запустите этот курс заново. Напомню, сделать это можно двумя способами. Либо заново вставив диск, либо вручную через значок «Компьютер», который находится в меню «Пуск». Как запустить курс вручную, если он не запускается автоматически, рассказано на оборотной стороне диска. После того, как вы запустите курс, переходите к уроку «Последние приготовления». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...